Музыка Вот мой плацкарт, первое место. Прям тут у проводников, потому что я очень боюсь с кипятком в руках ходить. Ну, поезд когда качает, очень боюсь обварить кого-нибудь. Вот белье в пакетике. Вот, поезда стали хорошие по сравнению с тем, какие были раньше. Я помню, раньше 50 рублей платили проводнику, чтобы подзарядить. Уже телефоны были, а были проблемы. А теперь вон, под столом, а тут вон, на боковушечке, две розеточки. Вот вроде бы, вроде бы все, да, вот как обычно. Но все какое-то такое приличное. Прям, прям все как надо. Детей раньше привязывали колготками. Туалет и био не закрываются на остановках. Вот температура на улице 13 градусов, а внутри 26. А, сейчас поедем через 7 минут. Мы с Костей просидели, проболтали. Уже звонила Танюшка. Саша звонил, маленький. Сказал, привези мне сок с тыковкой. Жалко, конечно, что с Сашей не попрощались. Ну ладно, мы с ним все время по видео связываемся. Вот, так что я на месте. Сейчас разберусь. Ну что, я поехала. Вот залив, вот порт. Ну, это тут уже... Какие-то стоят кораблики. Маленькие. Сам-то порт там остался. Время 8 вечера. Видите, еще светло как. Ну что, мои хорошие, прокатимся до Питера. Посмотрим на природу. На Карелию. Вот когда-то мы жили вот на той стороне. Видите, вот там домики стоят. Вот такая какая-то персика цвета была школа. Теперь ее закрыли. А жили мы вот там. Вот там стоят беленькие пятиэтажки наверху. Три дома. Ну, это военный городок. Вот там жили. Ой, девчонки, представляете? Выходишь из дома, проходишь 50 метров. И лес с грибами. С ягодами. Ой, тут все эти сопки исхожены. Ой, мы с Иринкой тут такие километражи накручивали. Каждый куст знали, где грибы растут. Ну, на той стороне воздух намного чище, чем мурманский. Потому что смотришь в окно, а когда безветренная погода, ну, над городом все равно смог стоит. А залив разделяет. Ну, и ветерочек-то по заливу идет. Все равно, всяко, даже когда особенно ветра нет. И все сносит от нас. Ну, как-то, конечно, жизнь там в трех домах проблематичная. Тем более, когда все в городе. И к врачу город, и детский садик закрыли. Ну, в общем. А в чем-то вспоминаешь с такой теплотой. Там все друг друга знали, соседи. Не как в городе. Что надо, пошел. У нас с соседкой, с Мариной напротив квартиры были. Двери вообще не закрывались. Даже по ночам забывали закрывать. Да. В городе не так. Но больше всего грибы, конечно. И природа. Идешь по лесу, зайчик сидит на тропинке. Ну, и когда уже близко подходишь, он убегает. Вот залив. Сейчас отлив. Видите, вот камни видно у берега. Отлив, потом прилив. Вот меня что удивляет, в Черном море нет отливов и приливов. Не знаю. Белое-то море. Вот мы ездили же на Белое море. Там такой отлив и прилив. Вот здесь залив вроде, да? Не море же, а все равно. Отливы и приливы. Вот этот мост. Раньше его не было. Автобусы плохо ходили. Тяжело было добираться до города, потому что вот автобус оттуда, вот так, и через Колу, там маленький мостик есть, и в город. То есть времени довольно-таки много уходило. А потом вот построили мост, и все. И уже жизнь стала совсем другая. И вот что интересно, мост строили 13 лет, и 13 человек погибло при строительстве моста. Мистика прям какая-то. Все чего-то тут. Все чего-то возят, делают. И вон какой отлив. Северная природа, конечно, не такая, как на юге. Не такая пышная. Не такая яркая. Но я так люблю север. Так мне все дорого тут, что каждый раз уезжать прям... Грустно. Ну, надо. Как все оголено дно. Вот, а сейчас впереди это город Кола. Ну, я уже рассказывала про него. Город с 1525 года. Он даже на многих картах, вот тех старинных, не просто там, 18-го, 19-го века. Нет, гораздо раньше. 16-го, 15-го. Он уже есть. Вон, поезд идет. Вот. Видно. Маленький городок, но старинный. Мы сейчас свернем где-то. Я не знаю, был же... Была авария, размыло железную дорогу. И вот, наверное, сколько, наверное, полгода, может, и больше поезда не доходили до Мурманска, потому что ремонтировали дорогу. Ну, раньше там поселок выходной есть. Туда поезда приходили. Я вот не знаю, где теперь. Сейчас остановка будет. Ну, вот она, Кола. Маленький городок совсем. Причем... Ой. Причем большинство... Ну, мост какой-то новый построили. А, вот. Вот она, река Кола. Маленькая, но довольно-таки бурная речечка. Вот в честь нее и назван городок Кола. Вот она такая. А так городок-то маленький. Все девятиэтажки, которые там построены, они на насыпном берегу. То есть, сыпали-сыпали грунт, потом построили там девятиэтажки. Вон поезд тянется. Я в пятом вагоне еду. Ну, видите, какая речечка? Рыба в ней хорошая водится. Летом все это будет зеленое. Красиво будет. Сейчас тогда особенно смотреть-то не нужно. Вот. А у меня вот, девочки, гречечка с кефирочком на ужин. Да, с моей, конечно, диетой в поезде-то как раз проблематично ехать. Ну, ладно, я поехала. Что-нибудь будет поинтереснее. Я вам покажу. Тут вот тоже мост строится. Там все везде строится. Ну вот. А где она спокойная? Еще и лед не сошел. Такая ранняя весна в этом году. Надо же. Практически снега нет. Что, мои дорогие? Все, я уже постелилась. Вот. Одеяло пока не беру. Потому что в вагоне 26 градусов. Да. Тут жарко. Вот. Я пока одна. У меня не тут. Никого нет. Ну, ни напротив никого нет. Ни вверху, ни внизу. Так что. Хорошо. Так. Читаю книгу. Морис Дреон. Проклятые короли серия. Сейчас читаю я редко. Теперь только в дороге. Потому что дома мне читать некогда. Я делами занимаюсь. Поела немножко гречки с кефиром. Ну, как-то надоело уже, честно говоря. Надоело. Вот. Вот. А тут снежочек лежит. Ещё в лесу. Ещё в лесу. Время 21 час. Одна минута. 21. Девять вечер. Девять вечер. На улице ещё достаточно светло. Едем. Сопки деревьями покрыты. Такие низенькие. Тут вот лес. А за Мурманском. Вот. Ну, не ездили сейчас. А за Мурманском тундра. С маленькими кустиками. Ой, давно я закат не видела. Ну, уже поздновато. Ну, чем не закат деревья только закрывает? Вот вам, девчонки, мурманский закат. А то я всё крымский да крымский. А это заполярный. Да, вот видите, я рано уехала. На майские праздники можно было бы вам показать, как солнце светит ночью. Потому что уже вот-вот осталось каких-то 10 дней. И солнце будет ночью светить. Я говорю, так летом. Обидно бывает, когда весь день идёт дождик, холодно. А ночью тишина, и солнышко светит. Ой, давайте, пускай видео коротенькое будет. Давайте на этой нотке и попрощаемся. Всё равно сейчас снимать нечего особенно. Вот завтра будет с утра Карелия. Сейчас всё равно будет темно. Ну, темнее. Не совсем темно, но темнее. Да и больших городов сейчас не будет. На улицу не выйти. Смотрите, озеро, сопка и закат. Деревья закрывают всё. Такая красота. Поезд кругами ходит. Вокруг вот озёр этих. Вот вон там ехали. Вон там ехали. Вот такие вот. Вензеля выписывает. Вот видите, как в Крыму я выйду. Пока своим болтаю, и солнышко садится. А тут уже сколько едем. Оно странно. Не садится. Ну, уже, видимо, может и не сядет. Сейчас посмотрим. Ну, красота ведь, правда? Такая строгая, северная красота. Девчонки, оно вот видите? Как было, так и есть. Время идёт. Вот так вот. Какое облако. Интересно. Давайте, мои дорогие, пусть у вас всё будет хорошо. Не грустите, не болейте. Спасибо вам, милые мои, что смотрите меня. Комментарии пишите, лайки ставите. Мои золотые. Спасибо вам огромное. Пусть всё будет хорошо. Пусть у нас у всех. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть вас никто не обижает, а пусть только любит и уважает. Ладно? Ладно, мои хорошие, я вас обнимаю, целую. Сейчас лягу и буду читать. Ну и пока-пока. Всё. С северным заполярным приветом. Я ваша Люба. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok